Гость народной волны. Хороший гость. Общительный гость. Дорогие друзья, меня зовут Владимир Гольштейн. И сегодня с вами программа «Место встречи». И в этой программе у нас встреча со Станиславом Вольховским. Это профессиональный американский политолог, который почти одновременно родился и в Киеве, и в Москве. Почему почти одновременно, мы сейчас узнаем. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Владимир. Во-первых, очень приятно быть сегодня здесь на радио. Я приветствую всех, кто слушает нас. Большое тебе спасибо за нашу предыдущую беседу в газете «Реклама». Нам с тобой так понравилось говорить вместе, что мы решили это дело повторить. Так, понятно. Значит, Станислав, я хочу в первую очередь представить тебя как профессионала, потому что я знаю, что ты закончил университет в Чикаго, и у тебя двойное образование. У тебя есть и бэчелор дегри, и мастер дегри. Там вот чуть подробнее расскажи, потому что нам надо сначала, сказать, фундаментально понять, с кем же мы общаемся, с профессионалом какого уровня мы общаемся. То есть, вот чуть сначала об образовании. Ну, в первую очередь, я надеюсь, что вы общаетесь с хорошим человеком. Во-вторых, значит, по Москве и Киеву. Я родился в Киеве, прожил там несколько лет, потом переехал в Москву, прожил в Москве несколько лет, и где-то в возрасте 14 лет приехал в Америку в 89-м году. Здесь закончил high school, потом пошел в Чикагский университет и получил там специальность политолога, бэчелорс диплом и диплом мастера по международным отношениям. Так, ну, теперь мы уже лучше понимаем, что действительно это, ну, настоящая профессия, настоящая американская профессия, которая в переводе на русский, по-другому, наверное, не скажешь, это политолог. Ну, и поэтому неудивительно, что сегодня мы будем говорить о политической ситуации, о том, что нас больше всего волнует, но не только в Соединенных Штатах. Мы поговорим, наверное, и о России коснемся ситуации, и об Украине, и, может быть, даже о Белоруссии, потому что политология такая, наука глобальная, а все в этом мире связано, да? Хорошо, ну, а давай сейчас мы как-то интригу, может быть, давайте мы вот что сначала сделаем, мы сразу скажем нашим радиослушателям, что они могут звонить нам в эфир и в любой момент задавать вопросы, и когда мы закончим какую-то фразу, мы звонок примем, будем отвечать. Вопросы, связанные с ситуацией в Соединенных Штатах в преддверии грядущих выборов, которые мы все ожидаем, ну, и другие вопросы, связанные с политикой в тех странах, о которых я сказал. Телефон нашей студии, сейчас мы попросим его озвучить. Номер телефона 847-400-5200, поэтому, пожалуйста, звоните. Как только закончится, как сказал Владимир Фраза, мы тут же принимаем звонки, так что давайте будем участвовать. Прекрасно, ну, а теперь, так почему же все-таки и Москва, и Киев одновременно, где же родился на самом деле, и что произошло потом? Почему Москва и Киев одновременно? Ну, на самом деле я родился в Киеве, там учился в школе, потом, вскоре после Чернобыля, переехали в Москву, отчасти потому, что отец получил там работу, забрал меня к себе, отчасти, конечно, потому, что всем известное событие, связанное с Чернобыльской катастрофой, ну, родители просто не хотели, чтобы я там набирался радиации, так что так сложились, как говорится, обстоятельства, что мне пришлось прожить в двух великих столицах, в Киеве и в Москве, оба этих прекрасных города, я их очень люблю, они очень разные, по-своему, у каждого свой колорит, я обожаю зеленый Киев, я очень люблю, естественно, красивую такую, действительно, настоящую столицу Москву. Ну, и давай мы еще скажем нашим зрителям и слушателям, что вот этот, так сказать, юность и детство-юность, они пришли на разгар того периода, который у нас принято называть застоем, да, то есть это съезды партии, речь Олега Ильича Брежнева, вот самое как бы, вот то, не как бы, а прямо самое то время. Я знаю, ты говорил о том, что ты как подсказки доброго дедушки даже засыпал под речь Брежнева на одном из съездов. Да, это правда, мне действительно в детстве, в моем раннем, очень нравился Леонид Ильич, вот, действительно, он так как дедушка какой-то, который читал сказки по телевидению, там что-то бормотал, под это было приятно и, так сказать, посидеть и засыпать. Вообще, мне было интересно, вот что какие-то там старички занимаются своими делами, вручают друг другу награды, аплодируют, выступают, ну, как-то было, у меня это успокаивало. Ну, в гостях у сказки. В гостях у сказки, да, это была такая хорошая, добрая сказка, а потом началась страшная сказка, это уже немножко другое было время. Страшная сказка называлась «Перестройка» или как-то? Ну, да, я, кстати, что интересно, может быть, жители Советского Союза такого более возраста, они помнят, что в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, он же у нас с пятном на Лысине, вот, так вот, до того, как он стал генсеком, его это пятно старательно ретушировали во всех фотографиях. И впервые он появился, сверкая вот этим вот жутким кровавым пятном на похоронах Черненко. И я помню, что меня это просто напугало, потому что, что это у человека там за кровавая лужа расплылась на голове. Вот, оказывается, это было пророчески в какой-то мере. Понятно. Ну, и я еще хочу сказать тебе одну интересную вещь. Я знаю, что еще до школы, то есть у тебя как-то, значит, интерес к политике, он проявился еще в самом раннем возрасте, и ты увлекся советской политической карикатурой и являешься специалистом, в общем, в этом и сейчас, и даже здесь проводишь определенные беседы, выставки, показываешь советскую политическую карикатуру, тех самых кукрыниксов и так далее, и так далее, но и при этом у тебя совершенно, значит, не просто ты образован в американской политологии, то есть американское образование в этой сфере, международные отношения, ты можешь быть и дипломатом, и на правительство работать американское, и журналистом в этой области, собственно, ты и сейчас работаешь в даунтауне, в государственной организации в американской. И вот все это как-то так, такой интересный конгломерат как-то сочетается, да, то есть ты и там, и тут, и все вместе. Ну, слушай, по карикатуре, действительно, это у меня было такое странное детское увлечение, с него, в общем-то говоря, началось все, потому что мне где-то лет четырех, насколько я себя помню, нравились действительно советские политические карикатуры в газетах, именно политические, и в основном про международную политику. Я начал их собирать, я начал их перерисовывать и рисовать сам, и мне, естественно, захотелось знать, о чем эти карикатуры нарисованы, кто персонажи, что они делают, и таким образом стал вот читать газеты, и возник интерес действительно к политике, и который, в общем-то говоря, не прекращался. Действительно, я сейчас в круге, в центре круг начал делать презентации, рассказывать о советской политической карикатуре, немножко на контрасте с американской и мировой, показывать рисунки своей коллекции. Я кое-что привез из Советского Союза, а кое-что уже собрал здесь. Так что я обязательно буду продолжать этим заниматься тоже, так что это все следите за новостями и за событиями вот в круге, и будем это делать. Ну вот, а теперь я хочу, благодарю за всю эту информацию, подробный рассказ, теперь мы понимаем вообще, ну и надеюсь, мы понимаем, и наши зрители слушают, или понимают, кто ты. И вот теперь такой вот прямой вопрос. Значит, вопрос и к профессиональному американскому политологу, и к человеку, который вырос в советском, так сказать, да, в советской реальности, в Киеве, в Москве, в двух разных странах, между которыми сейчас мы знаем, какие отношения. В общем, все это объединено вместе. И вот и как к специалисту, и как просто к человеку. Вот прямой вопрос. Так, а как ты все-таки относишься к нашей ситуации нынешней политической в Соединенных Штатах? Так по-простому. За кого ты будешь голосовать и почему? Ну, давай, во-первых, начнем с ситуации. Поскольку я прожил в Советском Союзе, я хорошо помню перестройку, то я могу тебе сказать, к сожалению, что эти события очень перестройку напоминают. Просто в мелочах, в деталях. И я считаю, что это американская перестройка, и я не являюсь поклонником политиков времен перестройки и вообще этой программы, поскольку результатом этого было разрушение огромного государства и обнищание и смерть миллионов людей, не говоря уже о событиях, которые произошли в мире вследствие этого, разрушение баланса власти и так далее. Но перестройка это всегда плохо. И, к сожалению, мы видим, что сегодня, так же, как в свое время советские элиты сделали ставки на развал страны, вернее, они решали свои политические интересы и решили, что развал страны, в общем-то, стоит того, чтобы какие-то свои политические цели продвинуть, добиться чего-то, добиться большей власти, большего богатства и так далее. И они решили, что, ну, развал страны и все, что этому сопутствует, это стоит того. Это можем мы так поступить. И американские элиты, к сожалению, вот мы видим, тоже, видимо, приняли такое решение, что, ну, можно ценой развала страны действительно добиваться каких-то своих узкополитических интересов. То есть роль Горбачева в Америке играет Байден? А ты знаешь, я думаю, что у нас Горбачев здесь был Барак Сергеевич Обама. Так. Вот. И это уже был в какой-то мере, с него эти горбачевские процессы начались. Они, может быть, начались еще при Клинтоне. Вот этот процесс немножко пошел, потому что там политика стала больше превращаться в шоу, в балаган. Ну, при Обаме начались, например, извинения Америки перед различными странами. Ну, и, конечно, мы должны вспомнить, что, как оно ни смешно, Обама тоже получил Нобелевскую премию мира, как и Горбачев. И тоже неизвестно, в общем-то говоря, за что. Ты даже говорил, что еще один фактор интересный совпал. Как и во времена перестройки, сейчас Америка, хотя об этом уже меньше говорят, но тоже определенным образом участвует в военных действиях, ну, по сути, в войне в Афганистане. Да, даже, даже это имеет место быть, как говорится. И, насколько я понимаю, даже дольше, чем Советский Союз был в Афганистане, конца этому не видно, потому что в свое время на Советский Союз давила Америка, чтобы он оттуда вышел, вывел свои войска, и это, в общем-то, и завершилось. Выводом советских войск теперь на Америку давить некому, и, в общем-то, непонятно, когда это все закончится, закончится, и как закончится, но, во всяком случае, конца этому пока что не видно. И афганская война, вот, с Советским Союзом, она сыграла значительную роль в развале страны. Друзья, я хочу напомнить вам телефон прямого эфира, 847-400-5200, в любой момент можно позвонить нам, и Станислав постарается ответить на, ну, любой ваш вопрос, любой, связанный, конечно же, с темой, с общей темой нашей беседы. Так, ну, хорошо, то есть, я хочу, чтобы мы все-таки, может быть, яснее это сформулируешь, так этот вопрос я задавал, так, как бы, за кого все-таки, за красных или за белых? Ну, я считаю, как говорится, мы не за Бельшевиков, мы за коммунистов, да? Да, ну, типа того. Вот, ну, я считаю, что в данной ситуации демократы сделали ставку на отстранение от власти Трампа любой ценой, они сделали ставку на поддержку откровенно бандитских движений, откровенно левацких радикальных движений, таких как Антифа и Black Lives Matter, это российские, в принципе, даже фашистские движения, потому что они проповедуют превосходство одной расы над другой, проповедуют коллективную ответственность белых за некие вымышленные геноциды и ведут, как говорится, борьбу за свою собственную нацию, свою расу, так же, как это делали в свое время нацисты в Третьем Рейхе, хотя они и маскируются под антифашистов, но лозунги эти откровенно действительно нацистские, которые они проповедуют. И, конечно, совершенно вопиюще, когда приходят банды, громят города, сваливают памятники, когда в государстве, которое считает себя сверхдержавой, такое происходит, это совершенно недопустимо. Вот, то есть, к сожалению, демократы сделали ставку вот на такую политику, вот, там они пытаются от этого отмежеваться, но очень вяло, лениво, и некоторые откровенно поддерживают эти движения. Трамп в данном случае является, опять-таки, мы должны понимать, что кто-то из нас может, кому-то не нравится его стиль, кому-то не нравится его выражение, кому-то не нравится он как человек, его прошлое, его бизнес, его, как говорится, всевозможные высказывания, вот, но это все приходящее. Но история сложилась так сегодняшняя, что Трамп стоит на стороне закона и порядка в Америке. То есть, он пытается сохранить какую-то стабильность, он выступает против этих явно радикальных террористических движений внутри страны, он все-таки пытается выполнить определенные обещания для своих избирателей, что вообще в Америке большая редкость. Удивительно, да, удивительно. Потому что ему и говорили, что вот как это так, он действительно, вот, человек обещал, например, построить стену, действительно пытается построить стену, обещал ограничить эмиграцию, и действительно какой шок пытается ее ограничить. Ну как же это так, что человек пытается это сделать. Так, у нас есть звоночек, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Спасибо, что вы так хвалите Трампа. Я хочу добавить несколько слов. Когда вся система массовой информации направлена против Трампа, как вы ему прикажете себя вести? Он не должен ничего говорить такого, не обороняться, он не имеет права на самозащиту. Слава Богу, что есть Трамп. Спасибо вам, до свидания. Спасибо за вопрос, и спасибо вам вдвойне, потому что я как раз собирался его задать тебе, этот же вопрос. Вот представим себе, что ты как специалист, как политолог, являешься на сегодня советником Трампа. Вот у него в штате находишься. Что бы ты посоветовал ему? Как вот себя вести, что делать в этой ситуации? Ну, в первую очередь, я думаю, что Трамп, в принципе, знает очень хорошо, что нужно делать. Другое дело, есть ли у него возможность это сделать. Ну, в первую очередь, конечно, Трамп должен не извиняться, не отступать и не пытаться со своими врагами, они откровенно позиционировали себя, как его враги, вступать в какие-то переговоры, вступать в какие-то сделки, потому что это будет, конечно, его концу. Большую ошибку, я считаю, Трамп сделал в свое время, когда он отдал своего советника по национальной безопасности генерала Флинна, который был его очень верным соратником, по совершенно глупейшему идиотскому обвинению в его связи, что он встречался с российскими дипломатическими представителями, которые, в общем-то, и существуют в Америке для того, чтобы встречаться с представителями американской элиты. Никакого шока здесь не было все это время, что дипломаты встречаются с представителями администрации, с представителями оппозиции, американцы это делают постоянно в других странах, что здесь удивительного, до сих пор непонятно. То есть он отдал генерала Флинна и отдал нескольких своих других соратников, это было его большой ошибкой, потому что его враги поняли, что у него можно давить таким образом и просто выбивать у него его соратников, таких как Беннон, таких как Горка, одного за другим. Что они и стали делать. И, к сожалению, в этом плане, я не знаю почему, но Трамп пошел на то, чтобы от них избавиться. Вообще он очень эмоциональный человек, на него очень действует, так сказать, если кто-то скажет про кого-то из его соратников, что он что-то против Трампа сказал, ну, Трамп может на него, как говорится, обидеться. Это его личные качества, которые, конечно, лучше в политику не тащить, ну, Трамп такой человек, что делать. Ну, какой есть, такой есть. Ну, а что, ему нужно жестче себя вести? Ему нужно действительно вести себя жестче, и ему нужно, может быть, заниматься спонсорами вот этих всех протестов, спонсорами таких движений, как Антифа. Вот здесь мы говорим не только о Соросе, общеизвестном, но и о других людях, которых мы, может быть, не знаем. Пора их, во всяком случае, вытаскивать на белый свет и смотреть на их финансы, на их финансовые нарушения, потому что у нас очень любят смотреть здесь на то, платил ли Трамп налоги. Вот, давайте посмотрим на то, платил ли Сорос налоги, платил ли Байден налоги, платила ли семья Клинтонов налоги. Вот, как вообще живет семья Клинтонов, допустим, которая занимается вот этими вот лекциями, это очень мутная фондация, фонд Клинтонов. Вот, на что живет у нас наш дорогой Барак Обама, опять-таки, которая у нас формально, что он безработный, да, или временный неработающий, или пенсионер, не знаю, как это называется. Вот, то есть, вот, смотреть на эту часть. Ну, и, конечно, расследовать реальные преступления, которые вполне возможно и были, и смотреть на то, чем занимаются его противники, и не пытаться, как говорится, сказать, что нам нельзя на это смотреть, это не политкорректно, потому что Хилари Клинтон, она у нас святая, ее нельзя трогать и так далее. Вот, и быть активным, быть, держаться. Вот, то есть, ну, мужества, я думаю, этого человека достаточно, потому что то, что он, через что он проходит каждый день, когда любое его действие, буквально любое его действие, подвергается совершенно омерзительному углумлению и осуждению, то есть, что бы он ни сделал, он может бабушку, как говорится, перевести на другую сторону улицы, и начнут говорить, что он ее не туда перевел, или надо было дедушку перевести, или что бабушка была белая, а не черная. То есть, совершенно все, что он не сделает, вывернут наизнанку. Поэтому с этим надо жить, надо двигаться вперед, и надо быть, может быть, жестче к его противникам, не думать, что они его оставят в покое. Они его в покое не оставят. Ну, хорошо, скажи, а нет ли у тебя опасений, что если быть жестче и не идти ни на какие компромиссы, то в той реальной ситуации, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах, мы, ну, по-простому, придем к гражданской войне? Ну, к сожалению, мы уже так далеко зашли в эти процессы, что я не знаю, честно говоря, как отсюда выбираться, действуя в нынешней существующей системе. Это очень трудно, потому что американская система, на самом деле не испытывала столь серьезных стрессов, я бы сказал, ну, как минимум, наверное, со времен американской гражданской войны, когда, как мы помним, Линкольн все-таки совершил несколько шагов, весьма таких экстраконституционных, которые, в общем-то, помогли ему, с другой стороны, спасти страну Америку, и благодаря чему мы до сих пор здесь и находимся. У нас еще звонок есть, слушаем вас в эфире. Слушаем вас. Большое спасибо за передачу. Я хотел бы задать вам вопрос. Такой. Ну, с Трампом, по-моему, уже все ясно. Он не останется президентом, к сожалению, или не к сожалению, но это уже все. Все буржуи, скажем так, поставили против него, а против денег в Америке никто еще никогда выборы не выигрывал. Вопрос такой. Не можете ли вы спрогнозировать мировой порядок после прихода власти демократов Байдена и всей этой кампании? Что будет, вот, допустим, к следующему лету? Кончится ли вирус, или может он уже кончится 3 ноября? Ваше мнение? Не кажется ли вам, что они приведут дело к полной, может быть, даже и последней войне в истории человечества? Спасибо вам за вопрос. Да, мы все услышали. Мы сейчас будем стараться отвечать, но у нас, наверное, сейчас уже вот должен произойти, уже сейчас скоро у нас произойдет через пару минут буквально уход на рекламную паузу, поэтому мы, может быть, начнем сейчас что-то отвечать, а потом сделаем паузу и продолжим. Но я хочу нашему слушателю, да, сказать, что у нас все-таки Станислав политолог, он не предсказательный, не ясновидящий. Ну да, в этом плане, может быть, тебе легче, потому что ты общаешься с определенными людьми, да. Это другая история. Да, это другая история. Мне сверху видно все, ты так и знаешь. Совершенно верно. Да. Да, но мы сейчас как-то, я не знаю, если ты можешь дать предсказания еще и о коронавирусе, а не только о выборах, то наша программа вообще она сейчас приобретет глобальный способ. Ну давайте мы все-таки сделаем паузу на рекламу и потом обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, я возвращаю вас к продолжению нашей программы. Ну, напоминаю, что это программа «Место встречи». Меня зовут Владимир Гольштейн и сегодня со мной в студии Станислав Вольховский, профессиональный политолог из Соединенных Штатов Америки, который работает на правительство штата Иллинойс в Даунтауне. И сегодня мы говорим на темы, связанные с политикой, ну и обо всем вокруг этой темы. И вот как раз вокруг, перед нашим небольшим перерывом, у нас был звонок радиослушателя, который спросил о том, заодно, когда закончится коронавирус. И мне вспомнился, мне напомнили анекдот один интересный, когда доктора спрашивают, скажите, когда же закончат этот коронавирус? Он отвечает, извините, я не знаю, я же не политик. И вот как раз... Хороший анекдот, красивый. Я тоже не политик, а политолог. Политолог. А, то есть ты можешь сказать? Вот. Ну, я могу попробовать что-то сказать, я не знаю, насколько это будет, потому что я все-таки не астролог, это больше к астрологам, да? Вот такой вот вопрос. Может быть, астрополитолог, мы же что-то не знаем, нет? Слушай, это классная job description, может быть, воспользоваться, да. Я, во-первых, хочу добавить, что... Или пастролог. Да, кстати. Перепрограммист. Отлично. Хорошо. Я хочу, во-первых, сказать, что я действительно работаю на штат, это правда, я здесь в своем личном качестве не выражаю мнение своего агентства, правительства штата или иного, вообще какого-то правительственного органа или организации, чисто личное мое собственное мнение. Нет, так что, чтобы не было никакой путаницы в этом плане. Про коронавирус. Про коронавирус, да. Вообще, все, что я говорю. Это демократы придумали? Кто это все придумал? Черчилль в 18-м году. А. Можно так сказать, да. Кстати, в 18-м году тоже была вот эта вот испанка, так что, может быть, такие вот параллели. Да. На самом деле, коронавирус, это очень мутная история, очень странная. Республиканцы говорят, что это придумали китайцы. Китайцы говорят, что это придумали американцы. Особо одаренные люди, скажем так, альтернативно одаренные, говорят, что это придумала Россия, как и все остальное ужасное в этом мире. Я скажу, что неизвестно, кто это придумал. Неизвестно, насколько реально опасен этот вирус. Он, естественно, существует, он опасен и так далее. является ли он такой вот ужасной, ужасной, страшной болезнью. Это большие сомнения вызывает. На самом деле, коронавирус, это как такая вот удобная очень корова, которую каждый дует по-своему. То есть, каждое правительство в каждой стране извлекает из этого коронавируса, его политики, какие-то свои собственные дивиденды. Поэтому, с другой стороны, это очень удобная такая штука, для того, чтобы определенные, опять-таки, элитные глобалистские структуры достигали своих целей. Социальное разобщение людей, ведение цифровизации, свертывание каких-то демократических процедур. Ну, когда человек начинает радоваться, что его выпустили на травку погулять, или солнышку полюбоваться, или регламентируют, как он сидит в ресторане, вот он, значит, когда кушает, он должен маску одеть. Ну, вот, снять во время еды, а потом уже одеть. Ну, да, Лиза еще управляет. Не-не-не, у нас уже новый апдейт произошел. То есть, мы одеваем маску, мы ее сдвигаем на подбородок, беря кусок там чего-то, еды в рот, и во время жевания, пережевывания пищи, мы одеваем маску. Жуя, а, ну, это инструкция. Это инструкция в Калифорнии. Какой-то умный вирус, он знает, что на человека нельзя прыгать, когда он ест, он стоит рядом и ждет, и смотрит, пока человек закончит есть, и тогда уже он на него прыгнет. пока он кушает, вот, очень-очень умный вирус. Исходя из всего, что ты сказал, прогноз такой, коронавирус не закончится никогда. Вполне возможно, потому что за второй волной может последовать и третий, и сколько угодно, их могут штамповать как угодно, это мечта либерала, на самом деле, регламентировать все, что можно, вот, для нашего с вами, для нашей с вами безопасности. Эти люди никогда не думали о нашей с вами безопасности, они наоборот думали, например, о сокращении населения в мире, и вдруг они озаботились безопасностью старушек. Это странно. Да, понятно. Ну, хорошо. Но все-таки, возвращая к той части, значит, вопроса слушателя, на которую я считаю, мы должны обязательно отреагировать, он сказал уже, как свершившийся факт, что ясно уже, значит, Трамп не победит, и уже давайте... Нет, почему? Трамп может победить. То есть, представляете, я прошу прощения, человек идет спать, утром просыпается, слушает звонок, в котором говорят, ну, хорошо, уже понятно, что Трамп проиграл. А теперь давайте поговорим. Человека реакция. Да, ребята, я же сколько проспал, ну, да. Ну, хорошо. Да, давайте я просто быстро напомню, телефон прямого эфира 847-400-5200, можно звонить нам, задавать вопросы, и вот как раз звонок, мы на тот продолжим отвечать. Слушаем вас, вы в эфире. А, добрый день, это Анна из Нью-Йорка. У меня только, знаете, такая интересная мысль возникла, тот товарищ, который перед этим вам звонил, с такой уверенностью заявил, что Трамп, конечно, проиграл, потому что толстосума не за него. Я хотела бы уточнить, а в 16-м году много толстосумов было за Трампа, что он выиграл? Да, мы сейчас уточним у нашего специалиста. Приветствуем вас заодно еще раз в Нью-Йорк. Спасибо за вопрос. Ну, так, во-первых, да, то есть мы уверены ли мы так, что, значит, Трамп не победит, и по поводу 16-го года, действительно, может быть, аналогичная ситуация? Нет, мы не уверены в том, что Трамп не победит. Действительно, толстосумы против него, большей частью, это писала даже в Нью-Йорк Таймс, была не так давно статья, если я правильно помню, в августе о том, что кошельки Олл-стрита поддерживают Байдена, но не их сердца. То есть, может быть, сердцем они и хотят поддержать такого же олигарха, как они, Трампа, но вот кошельками они поддерживают Байдена. Вот такие вот у нас совестливые здесь олигархи Уолл-стрита. Это, кстати, тоже для тех, кто любит очень, так сказать, борьбу за справедливость и левые идеи, вот, дает, может быть, даст им о чем-то подумать, что почему Уолл-стрита поддерживает Байдена, который ваш такой весь прогрессивный, да, но это предлагаю подумать им самим. Ну, вот твой прогноз уже не по коронавирусу, а более серьезно, вот насчет... Победит ли Трамп, на самом деле, сейчас невозможно это предсказать. Я могу только сказать, что кто бы не победил в этих выборах, скорее всего, противоположная сторона выборы не признает и попытается каким-то образом их оспорить, может быть, в суде, а может быть, и в каком-то внесудебном уличном режиме. Мы понимаем, что это, когда же внесудебный уличный режим, мы понимаем, что дальше горящие покрышки на улицах, значит, ну, понятно, да, дебоши все эти, значит, разбой. И вряд ли это будут республиканцы, которые это будут делать, потому что у демократов просто уже существует инфраструктура для этого. Республиканцы такие, я бы не сказал, что они более мирные люди, но они все-таки предпочитают бороться внутри системы с такими вот вещами. Может быть, это, конечно, спровоцирует случай с Трампом, потому что Трамп, на самом деле, не республиканец. Вот это важно, да, я об этом говорил. как бы, вне партий, он республиканскую партию, в принципе, под себя подстроил, в данном случае, чем весьма, весьма обеспокоил и американскую, республиканскую элиту. Они тоже, республиканская элита Трампа, не любят, и при первой же возможности, они его, я думаю, сдадут. То есть они вынуждены его терпеть. Они вынуждены его терпеть. Это лучшее для них из худшего, да? В силу поддержки, да. В силу, действительно, поддержки, которая оказывает Трампу, как значительная часть республиканского такого вот электората, так и, видимо, определенные силы где-то и в армии, и в спецслужбах, и кто-то, конечно, из представителей американских толстосумов. То есть они не все против Трампа. Основные, да. И здесь, в этой ситуации, в этой ситуации раскола, потому что это на самом деле достаточно новое. Такого раскола в элите американской не было очень-очень давно. И в этом расколе Трамп может здесь просто проскочить в силу того, что все эти олигархи, они между собой не едины по ключевым вопросам. И это может помочь Трампу, но, опять-таки, неизвестно, кто реально победит. У нас еще звонок, я слушаю вас в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в начале своего правления Трамп не использовал этот удар по врагам своим? Первое, почему, когда погибло посольство Бенгази, именно Клинтон и, не посреди, Обама не помогли этому посольству. Погибло посольство, это нападение на страну. И второе, каким, как мог Обама отдать враждебной Америке и Израилю стране и Ирану миллиарды долларов не из своей казны, а из казны наших налогоплательщиков. Почему не используются эти два? Это предательство Америки. За это нужно было их судить, нужно было создать срочную комиссию. Я не могу понять, почему и даже в дебатах никто об этом не говорит. Но, по сути, что говорят родители этих погибших, где это Америка, где это правительство? Спасибо, спасибо. Мы услышали вопросы, но надо, наверное, их как-то напомнить, да? То есть, почему не использовал Трамп ситуацию в начале правления, история с посольством Бенгази, и почему там о финансах шла речь, которые отдавались. Ну и заодно, мы еще помним, недоотвечали насчет того, что в 16-м году была какая-то аналогия или не была с этой ситуацией. Вот, видишь, такой уже накопился у нас банк вопросов по поводу 16-го года. Есть ли аналогия с нынешней ситуацией и тогдашней победой Трампа? Вот все вместе уже давай. Как специалист, да, уже тут, ну, на какие-то можешь основные тут точки ответить? Ну, давай, во-первых, с вот этими, которые только что пришли. Большое спасибо человеку, который позвонил, потому что действительно он очень интереснейшие темы поднял. На самом деле, я до конца не понимаю, почему Трамп сразу не выступил против своих противников таким образом. Вполне вероятно, потому что для него его собственная победа была не меньшим шоком, наверное, чем и для его противников. То есть он просто, может быть, даже не до конца ожидал, что он победит. А во-вторых, это не так просто сделать в Америке, когда так называемое глубинное государство, то есть, в принципе, вся элита государства, она была направлена против Трампа. Ему, в принципе, следовало бы либо пытаться к ним подлизаться, а потом ударить резко и внезапно. Немножко так, как это сделал Путин, придя к власти в России, после Ельцина, либо иметь какую-то группу своих людей, просто куда назначить их во все структуры и пытаться проводить свою политику. Он к этому явно не был готов и в этом причина того, наверное, почему он это не сделал. По Бенгазии. Это для меня на самом деле загадка реально, почему Трамп не использует. По-моему, это очень сильный козырь против демократов, конкретно против семьи Клинтона и против Обамы, потому что их роль вообще в этой ужасной арабской весне, которую они всячески поддерживали, я имею ввиду Клинтон и Обама, они поддерживали это на государственном уровне, несмотря на то, что любому вменяемому человеку, сколько-нибудь знакомому с политикой региона, было понятно, что за силами, которые свергают правительство в Ливии, в Египте, в Йемене, стояли радикальные исламисты, такие же самые люди, которые в свое время совершили теракт 11 сентября, то есть это была в принципе солидарность с теми силами, против которых Америка воевала, вот, вот они были на стороне, скажем так, демократии во время арабской весны, и хорошо бы действительно поинтересоваться и у Обамы, и у Хиллари Клинтон, каким образом все это произошло, каким образом был создан этот очень мутный ИГИЛ в территории Ирака подконтрольном США, и каким образом произошло это событие в Бенгазе, почему вообще солидаризовались с террористами, которые воевали против ливийского правительства. Ну, спасибо, мы продолжим, у нас все линии горят, слушаем вас в эфире. Здравствуйте, приглушите, пожалуйста, звук радио, если можно, да. Я теперь хочу добавить, чтобы, для того, чтобы не дать шансов Трампу, они возникали всякие клюжи, потом вот этот загруз в России и все это, что они там попридумывали, они выдержали все время напряжения, ему не давали возможность развернуться, потому что, если бы он начал против них атаку, они бы сказали, ага, это специально сделал, для того, чтобы скрыть свои там... Вы не могли бы, я прошу прощения, просто у нас еще другие вопросы, или вопрос задайте, да, спасибо, у нас следующий, да, есть, слушаем вас в эфире. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется ли, что республиканцы и демократы, это одно и то же, поэтому они оба не любят Трампа? Одна и та же шаги лейка, давайте я уже прямо так скажу, да, по-простому. Правильно, правильно. Партия Зелёных, скажем так. Да, партия... Да, всё правильно, это первое, а второе, я думаю, моё личное мнение, что это всё, они, на него нападают антисемитизм, потому что он сделал то, что ни один президент не сделал в Америке до сих пор, все обещали, но никто ничего не сделал. Спасибо. То есть мы сейчас выяснили, что есть такое мнение, ну, собственно, это сам об этом сказал, Трамп находится вне элит, и, возможно, за него проголосовали, как раз потому, что голосовали против элит, ну... Я думаю, что да, потому что... Тут Трамп, неформатный кандидат. И вот как это действительно связано вот с тем, о чём спрашивают сейчас наши радиослушатели, и радиослушатели, на твой взгляд, есть ли тут какая-то связь с антисемитизмом? Ну, я не думаю, что это основная причина, почему, так сказать, против Трампа восстала американская элита. Действительно, какой-то элемент этого есть. У Обама были очень напряжённые и скверные отношения с Израилем, именно на персональном уровне у Обамы и Нетанияху. Многие обамовские советники также не любили Израиль, то есть в этом деле действительно был какой-то элемент именно персональный. Там неудивительно тут же уже личность Обамы, да? Ну да, нет, там просто и даже и на персональном уровне, и в политике, и всё это дело. То есть Израиль на самом деле сделал очень много и даже в Нью-Йоркере в своё время была статья о том серьёзном влиянии, которое в отличие от российского влияния, мифического, оказал Израиль именно на то, чтобы Трамп стал президентом. То есть Израиль действительно очень хотел, чтобы Трамп стал президентом и понятно, почему. У Трампа действительно очень сильные связи с еврейской общиной, и он действительно говорил и сделал то, что многие президенты обещали сделать, но никто не сделал, перевёл посольство в Иерусалим. Вообще Трамп с Израилем отношения очень хорошие, и сейчас вот эта вот сделка, которая недавно прошла, когда с Израилем подписали соглашение представителей монархии Персидского залива, если бы это был демократический политик, или политик, которого элита любит, об этом бы прожужжали все уши, все газеты. С Трампом это произошло, никто вообще ничего этого не слышал, они продолжали обсуждать, что он там платил и налоги, кому он там чего сказал, про это достижение внешней политики американской ничего практически сказано не было. Хорошо, но скажи, еще раз, есть аналогия между нынешней ситуацией и 16-м годом, когда победил Трамп, или сейчас всё совсем иначе? Сейчас процессы эти зашли, перестройка зашла гораздо дальше, разрушение американских институтов, то есть они уже перестают работать в реальности, как и советские институты в свое время, было когда-то политбюроцк, КПСС, оно продолжало существовать в принципе до 91-го года, но уже больше года оно фактически не имело значения. Точно так же существующие американские институты перестают иметь значение и значение получают какие-то вот эти элитные маленькие группки, которые дерутся друг с другом и против Трампа. Я не думаю, что будет как в 16-м году, потому что уровень противостояния в обществе гораздо выше, готовность пойти на какие-то насильственные действия гораздо выше и просто ставки выше в этой игре. Ну хорошо, но если не будет как в 16-м году и прав наш другой радиослушатель и действительно победят демократы начнут сносить уже не берлинскую стену, а стену с Мексикой, не знаю, сколько она построена, и так далее. Так вот, все-таки ты говоришь, что могут не признать результаты выборов и республиканцы. Что будет, если не признают демократы, мы примерно догадываемся. А вот что будет, если, вот как себя поведут республиканцы, если официально победят демократы? Твой прогноз. Это прогнозировать опять-таки, это в данном случае политическая астрология, прогнозировать очень трудно, никто в такой ситуации реально не был. Просто республиканцы сегодня, опять-таки, мы говорим о каких республиканцах? Есть республиканцы, которые традиционные республиканцы, есть люди, которые поддерживают Трампа. Люди, которые поддерживают Трампа, будут пытаться все-таки каким-то образом, может быть, и выходить на улицы, может быть, какие-то внутри своих штатов политические механизмы осуществлять, это неизвестно. Республиканцы, как партия, скорее всего, попытаются пробежать между струек дождя, потому что, на самом деле, они, к сожалению, официальные республиканцы, они не очень смелые люди, опять-таки, они приняли Трампа, скрипя сердце, и они пытаются сбросить этот чемодан без ручки, его и нести тяжело и бросить жалко. По этому поводу вызывает интерес фигура Пенса, против которого, кстати сказать, единственного из трамповских советников никто ничего практически не сказал. Это очень интересно, почему, но Пенс каким-то образом, а это вполне традиционный республиканский элитный политик, он практически получил иммунитет от критики со стороны демократов, хотя они перемыли косточки почти всему трамповскому окружению. То есть это какая-то темная лошадка, темная лошадка может пойти на сепаратный мир с демократами. Вполне может быть, они могут рассчитывать на него, я думаю, что к нему и подъезжали с предложениями предать Трамп, пока что это в силу разных причин не получилось, но опять-таки это лишь предположение реальной ситуации, мы не знаем. У нас считанные минуты остались до конца эфира, давай мы еще одну тему затронем, такую животрепещущую, а как ты считаешь, действительно связь между тянями России и победой Трампа, понятно о чем речь, это поддержка Трампа, это действительно для России лучше, что победил Трамп или нет и почему? Для России я думаю конечно лучше победа Трампа, потому что просто потому что Трамп хочет иметь нормальные отношения с Россией, просто нормальные, я не говорю о том, что это какое-то влияние, какое-то что Трамп это Мария Недка Путина и так далее, это все смешно, потому что в реальности в геополитике так просто практически никогда не бывает, но конечно Россия заинтересована иметь нормальные отношения с Америкой, Трамп надо отдать ему должное за свое президентство в отличие от многих других президентов не начал ни одной новой войны и я думаю, что это хорошо и для Америки и для России и для всего остального мира и об этом опять-таки следует задуматься, потому что от демократов раздается такая риторика, что надо Россию еще больше наказать, еще больше наказать, ну как санкции уже введены, как еще больше наказать, ну что действительно ядерная атака или что, они до чего вообще договориться, собираются, вот, то есть эти люди, которые сегодня говорят о российском влиянии, они явно теряют берега и от них можно ожидать всего что угодно, иногда складывается впечатление, что они не совсем в себе или совсем не в себе, поэтому, конечно, никто не хочет таких людей иметь во главе огромной сверхдержавы с ядерным оружием, Трамп Трамп в этом случае выглядит гораздо более вменяемым, как бы там не упоминали его твиты или его какие-то странные действия, но политика, вот, политика более вменяемая, более трезвая, я думаю, которую он будет осуществлять. Слав, я благодарю тебя за такую интересную беседу, хочу сказать нашим слушателям, что вот такие беседы у нас могут стать более регулярными, если вы сами об этом попросите, пишите нам, звоните, давайте нам обратную связь, действительно, у нас есть возможность общаться со специалистом, у нас потенциально впереди, как вы понимаете, может быть масса новых тем и связанных с Россией, мы это сегодня не стали затрагивать, и с Россией, и с Белоруссией, да, вот, со всем этим спектром, и с Украиной, ну, тут выплывает и история с Навальным и так далее, и так далее, спектр очень велик, потому что Слава, как мы уже поняли, он специалист не только в американской политической сфере, но на стыке все находится, ситуации в наших бывших странах и на Америке, и вообще мир у нас это единое глобальное целое, где все взаимопересекается и взаимосвязано, и ты, наверное, со мной вряд ли будешь в этом спорить, я так подозреваю. Я с тобой в этом спорить не буду, действительно, что нам очень часто не хватает, это то, что мы не видим связи между процессами, воспринимаем их как-то разрозненно или в вакууме, на самом деле, все эти процессы действительно взаимосвязаны, и очень часто какое-то маленькое событие в маленькой стране может повлиять на политику огромной сферы державы. Всего вам доброго, до свидания, спасибо за внимание, с вами была программа «Место встречи» Владимир Гольштейн и Станислав Вольхов. Спасибо тем, кто нас слушал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова